Всем привет с острова Фукуок. Почему мы выбрали именно Фукуок, а не другие курорты Вьетнама? Можете заказать себе такую? Жабы. Даже не уверен, хочу я такую попробовать или нет. Вода просто парное молоко. Сразу же жарят еще живых раков. Света с Настей потравили сильно. Провели весь день в обнимку с унитазом. Во Вьетнаме, как и во всей Юго-Восточной Азии, популярно самостоятельное приготовление блюд. Друзья, всем доброе утро. Наше путешествие по Юго-Восточной Азии продолжается. Мы уже отдохнули в Бангкоке, на Пхукете, в Сингапуре, в аэропорту, у которого мы сейчас находимся. И уже совсем скоро мы вылетаем оценивать красоты замечательного острова Фукуок, о котором так много пишут в последнее время. Едем получать новую дозу витамина D. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравится это видео. А на Фукуок мы летим теперь в садку в Кашимини. Сейчас находимся его в аэропорту. У нас уже самолет вылетает минут через 10, а мы до сих пор стоим в очереди. Если у него сеем, у нас будет отличная возможность добраться до Фукуока другим способом. Доедем до берега, там переплывем на лодке. Самые последние садимся в самолет. Только что приземлились в аэропорту Фукуока. Лететь всего лишь полчаса из Кашимини, но по-моему это очень быстро. В аэропорту вообще почти нет народов, но если посмотрите сзади, никого. И аэропорт сам по себе очень маленький. Сейчас снимем деньги в банкомате, поедем в отель. Здесь курсы очень интересные. В них все в десятках и сотнях тысяч. Допустим, средняя там тарелка блюда должна стоить около 100 тысяч вьетнамских дон. А 100 тысяч местных денег по нашему курсу это примерно 250 рублей. Мы тут прямо миллионеры. Только что приехали в отель. Сразу же чувствуется на выходе из аэропорта вот это жара, снова тепло. Просто кайф. Плюс 32. На такси ехать минут 10. Остров сам в принципе по себе небольшой. Взяли 180 тысяч донг. Это на наши деньги сколько? Ну примерно рублей 400. Вот такие цены тут на такси. И что еще сразу же бросается в глаза, пока ехали, очень мало транспорта и очень мало людей ходит по улицам. Относительно. Для нас это просто огромный плюс. Чем меньше, тем лучше. Бассейн от отеля. Посмотрите, как мало народу. Просто супер. И сразу же оп и пляж. Вот уличная еда. Можете заказать любой из морепродуктов. Вам его сразу же приготовят. Вот такие членостоноги. 55 тысяч донг. Сколько? Это 120 рублей. Рыба получается 150 тысяч донг. Это примерно 400 рублей, наверное, да? 350. Сели только что вот в такой вот уличной кафешке. Заказали блюда. Вот такого осьминога я себе заказал. 90 тысяч донг стоит. Светлана заказала вот такого вот кальмара. Сейчас заценим местные морепродукты. Ну, в принципе, вкусненько. Как и все в Азии. Только что принесли еще вот такую вот рыбу. Стоит 100 тысяч донг всего. В принципе, цены очень и очень низкие в Вьетнаме. Как и в Таиланде. Но мне кажется, здесь даже подешевле, чем в Таиланде. Как тебе? Саня, а тебе как помидорка. Кстати, вот так вот сидите в кафе. Вон под стенам колтают небольшие ящерки. Они живые. Серьезно. Если протянуть руку. Опс. Вон, в педали поползла. Так что, такие дела. Вон, дети сразу же за кассой сидят, смотрят что-то свои мультики. Опс. Собака тут же валяется. Ну, и люди кушают. Какая-то местная посиделка местных. Ребята отдыхают. Своя пятница. Сразу же на пляже делают вот так вот массаж. Стоит это 150-100-200 тысяч донг. В принципе, очень недорого. И этот массаж длится где-то час. Почему мы выбрали именно Фукуок, а не другие курорты Вьетнама? Мы рассматривали еще Муйне. Но он все же не совсем подходит для детей. Там море неспокойно, большие волны. Он больше подходит для серферов, кайсерферов. Ну и хотелось еще более спокойного, более тихого отдыха. Не слишком популярный курорт, скажем так, нам хотелось. Именно по этой причине отпал не Чанг у нас вьетнамский, он слишком популярный. Посмотрите, как мало народу на пляже. И какая узкая полоса песка. По-моему, просто замечательно. Еще Фукуок очень часто сравнивают с популярным тайским курортом Пхукет. Они даже по размерам эти острова очень похожи. Но я думаю, это сравнение не совсем правильное. На Пхукете очень много шумных дискотек, баров. Очень много туристов. Курорт слишком популярный. А Фукуок, наоборот, очень такой тихий, спокойный. Очень мало народу. Что на пляже, что на улице. Даже по количеству достопримечательностей, если так можно выразиться, Фукуок значительно уступает Пхукету. Можно сказать, что их тут практически и нет. Поэтому, если вы хотите тихий, спокойный, уединенный отдых, Фукуок, наверное, мне кажется, будет идеальным выбором. Такого шопинга, как на Пхукете, вы тоже тут не встретите. Вот такие вот продавцы фруктов и овощей ходят по пляжу. Можете купить, вам сразу же нарежут. Можете взять целиком. Стоит арбуз, если не ошибаюсь, 40 тысяч долг. Манго 30. Хотя в отеле предупреждают, что такое лучше не покупать. Не знаю, мы вчера купили, все нормально было. Ну, а Настя тренируется даже на отдыхе, да? То у нас большой перерыв-то в секции. Пропускать занятия нельзя. А еще вы, в Вьетнаме не стоит забывать о защите от солнца. Можете детей постоянно. Про себя не забывайте. Здесь солнце, в принципе, такое же опасное, как и в Таиланде. Вроде кажется, что не совсем жарко, сгореть нельзя. Но она, в самом деле, только в путь все ходит. Обгорает. Красное. Особенно часто такое происходит, когда на небе облачно. Люди думают, что точно не сгорят. Кажется, даже им немного прохладно. А потом платятся за это. По поводу воды и ее температуры. Вода просто парное молоко. Очень теплое. Такую теплую воду, я помню, мы встречали только в Дубае. Это было где-то в октябре, как раз после самого лета, там жары вот этой арабской. И оно было такое же теплое. В такой воде, наверное, можно хоть целый час сидеть. Да, Саня? Вода просто суперская. На улице продаются фрукты. Манго 25 тысяч донг за килограмм. Остальные... Да, вон Настя сейчас показывает. Это дуриан. Известный в Азии фрукт. Он известен чем? Своим запахом. По сути, это такая вонь. Просто канализация. Вкус у него отвратительный. Запах отвратительный. Мы его пробовали уже в Бангкоке. Можете посмотреть видео. Я ссылочку оставлю. Под описанием. В описании. Но фрукт, конечно, запоминается. Хотя местные его очень обожают. Говорят, что вкус у него просто божественный, как они выражаются. Мы-то, наверное, второй раз его уже не рискнем попробовать. Он острый. И у меня вот такой подарок нравится. Фрукт подарок. Таких, наверное, не бывает. Да, Насте просто так подарили. Что это? Маленький апельсинчик. В общем, что касается фруктов, то проблем с выбором у вас тут во Вьетнаме с этим не будет. Единственное, что вот если, допустим, сравнивать те же самые фрукты с тайскими, в Таиланде они все-таки были более вкусные, более сочные. Но зато, с другой стороны, вьетнамская кухня считается такой менее острой, чем тайская. Поэтому, в принципе, для детей выбрать блюдо становится проще. Не опасаться того, что это будет слишком острое для них. Как традиционно в Азии, здесь местные жители, да, наверное, и туристы предпочитают мопеды, как средство передвижения. Вот, допустим, на дороге стоит кафешка. Рядом с кафешкой сразу же можно выбрать рыбу, допустим. Вам ее тут же приготовят. Ну и помимо рыбы, допустим, предлагается еще, что тут у нас? Можете заказать себе такую, жабу или лягушку, что это такое? И вот это, я не знаю, что это такое, угарь или змея? Угарь, похоже, дело, поход дело. Даже не уверен, хочу я такое попробовать или нет. Пишите в комментариях, если бы вы попробовали это или это. А матча зель? Да, 100. 100 тысяч. Малышка стоит 50 тысяч донг. Сколько это? 120 рублей. И вот этот, сколько это? Это 1 рост. 50 маленьких донг. В этом донг 2 рост. 2 рост. 2 рост. И что это? 2 рост. И вот это ты. Угарь. Да, угарь. Угарь. Который славится своей идеальной чистотой. Там вы на дорогах не найдете ни одного бычка, ни бумажки. Ну, я что-то немного преувеличиваю, но бычок-то вы, конечно, можете найти, но это будет редкость, скажем так. Но тут в Вьетнаме все немного по-другому. Здесь уже классическая Азия. Мусор, бумага, хлам всякие. Все выкидывают прямо на улицу. Хотелось бы, конечно, чтобы люди, которые тут отдыхают, да и живут, относились более ответственно ко всему этому. Все-таки курорт. А мы пришли на ночной рынок в Фукулоках. Он кажется совсем маленьким по сравнению с ночными рынками в других городах и странах. В принципе, все как везде. Еда. Какие-то непонятные моллюски. Ко, дай мне попробовать. Морепродукты. Можете выбрать себе рыбу. Мои какие большие омары, лангусты, не особо в них разбираюсь. Веселый продавец. Привет. Кафешка. Вам сразу же тут все могут и приготовить. Здесь же продаются одежды. Футболки, платья, штаны. Ценовой диапазон от 100 до 150 тысяч долг. В принципе, очень дешево. Хотя вот, допустим, по еде. Я прочитал до этого отзывы, все пишут, что, в принципе, на ночном рынке цены сильно завышены по сравнению с остальными заведениями. И здесь так, цены для туристов. Местные жители не ходят сюда кушать. Вот такие вот браслетики можете купить. 25 тысяч долг. Ну и прочая бижутерия какая-то ненужная. Купим тебе такое. Было мне только сказать про ненужную ерунду, и через минуту Настя выпросила себе ожерелье, да? Пошли, принцесса. Показал я так называемые айскрим ролл. Это такие роллы из мороженого. Делаются они вот так. Вы выбираете ингредиенты, из чего хотите, чтобы вам сделали. Он накладывает их вот на такую вот плиту. Она холодная. Нарезает. Пока он делает, здесь довольно-таки холодно. Это все дело сразу же замерзает. Стоит такое мороженое 30 тысяч долг. Мы его уже пробовали в Таиланде недавно. Очень вкусное. В общем, все, приготовление занимает примерно 3 минуты. Окей, спасибо. Настя, вперед. Ну, какая вкусняшка. Мороженое очень вкусное. Так, подцепляйся. Бешеное мороженое. Ну что, Настя, вкусное? Да. Сразу же жарят еще живых раков. Или омаров. Кто это? Вот этих, короче, членичатоногих. Бедняга. Вот такой вот ночной рынок на Фуоке. Во Вьетнаме, как и во всей Юго-Восточной Азии, популярно самостоятельное приготовление блюд. То есть вот мы сейчас заказали суп. Нам принесли сразу же с газовой плиткой суп. Он варится. Минут 5-10 при вас вы накладываете лапшу. Ну, вот девушка нам уже помогает, достает. Мы, конечно, и сами можем достать. Причем она достала часть мяса. Теперь ложит зелень какую-то. Бульончик заварился. Взяла вот эту лапшу. Положила в тарелку. Залить все бульончиком. Это получается, в принципе, суп. Ну и морепродукты, которые тоже тут же сварились, можете себе докладывать. Вот такой вот суп получился. Можно сказать, был приготовлен прямо у нас на глазах за 10 минут. За 5-10 минут. Что получилось? Суп, морепродукты, рыба. Осьминоги тут, крабы. Суп. Все эти тарелки лапша стоят 250 тысяч донг. Суп очень вкусный. Ну да, вон в чем плюс. Если вы думаете, что что-то не доварилось, как Светлана берете, ложите обратно, доваривайте до нужной вам кондиции. Что, Настя? Красивый тут же. Там кто-то в воде обрызгается в ту гору. Хочешь стать русалкой? Хочешь стать русалкой? Ну прыгай в воду, вдруг встанешь. И... А-а-а! Там кто-то уходится! Он сразу же кто-то на пляже обучается барному мастерству. Помните, вчера мы проходили мимо ресторана, где предлагали убрей, лягушек, рыб? В общем, мы решили сходить туда, попробовать этих самых угрей. Какие блюда из них предлагают посмотреть. Ни разу до этого в жизни не пробовали. Вот хотим заценить. Настя пришла к ним. Вот они, товарищи. Я больше не буду урвывать с угрём. Слышишь? У меня в глаза. Я больше не буду урвывать с угрём. Возвали мы в итоге не только угря, но ещё и лягушку. Вот такая лягушка у нас получилась. Ням-ням. Ням-ням. Насте нравится. И вот такой вот угрь. Ну, теперь моя очередь пробовать лягушку. Очень похоже на курицу. Да, очень. Ну, есть что-то такое. Это ещё вкуснее. Много завтра. Теперь время угря. Вот если бы я не видел то, что ел, я бы подумал, что это рыба. Просто рыба. Ну, очень похоже. Как тебе? Я уже не ела. Попробуй. Это рыба. Ну, я говорю, как рыба на вкус. Это рыба какая-то. Это и так есть рыба. Это и я, это рыба. Вкуснятина. Ням-ням. Света с Настей потравили сильно. Провели весь день в обнимку с унитазом, если так можно выразиться. Мы точно не знаем, из-за чего это произошло и чем именно они отравились. Но, скорее всего, предполагаем только, что это связано со льдом. Они, оказывается, в Вьетнаме иногда лёд, вот эти кубики, которые добавляют в сок, делают из проточной воды. А из какой воды сделан будет именно ваш лёд? Из проточной или из чистой вы никогда не узнаете. Поэтому с этим надо как-то поосторожнее. Ну, а так, конечно, справедливости ради надо сказать, что всё-таки в большинстве заведений тут кушать вполне себе безопасно. До антисанитарии такой, которая существует в Индии, в Вьетнаме ещё очень далеко. Так что, в принципе, нам просто не повезло. Сейчас уже всё хорошо, отпуск продолжается. Так что будем получать удовольствие дальше. Друзья, всем доброго утра. Чем ещё известен Фукуок, так это своим подводным миром. Говорят, здесь очень хороший дайвинг, а у меня есть лицензия Open Water. Поэтому я сейчас отправляюсь на одни из ближайших островов, где сделаем парочку погружений. Посмотрим, сравним с другими морями. Только что я добрался до южного берега, встретились с группой. Сейчас уже нахожусь на лодке, скоро отправляемся, поплыём на острова конкретно. Субтитры делал DimaTorzok Но дайвинг, это, конечно, очень круто. Ты прямо расслабляешься под водой, забываешь обо всём. Что конкретно по поводу стопового дайвинга, если вы сравниваете с другими. Ну, конечно, вот, допустим, если Красное море, Малитивы, там-то намного круче. Но и здесь тоже, в принципе, неплохо и нормально, и интересно погружаться можно. В общем, классно. Кто-то просто, вон, припул, снорклингом занимается, так сказать, ныряется с масками, с ластами. Посмотрите, какая красота тут. Около вот этих островов мы погружаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только что погрузился ещё раз. Второй. Ощущения просто суперские. Класс. Вот под водой прямо как будто отдыхаешь. Пишите в комментариях, если вы тоже сделали погружение, или если уже погружались. Где? Как вам? Как ощущения? В общем, дайвинг это очень и очень круто. А вот на таких вот лодочках местные рыбаки приезжают, ловят рыбу, крабов. А ещё, кстати, Фукуок – это спорная территория между Камбоджей и Вьетнамом. У них даже есть небольшой военный контингент на острове. И даже несколько десятилетий назад, кстати, на Фукуоке не было ничего, кроме тюрьмы для военнопленных. Они всё это построили буквально за пару десятков лет. И по поводу необходимости знать английский язык и русского языка, конкретно на Фукуоке. Но здесь полно во всех магазинах вывесок на русском языке. На улице стоят вывески на русском языке, русскоговорящие гиды появляются. Ну, далеко не во всех, конечно, кафешках есть на русском языке. Но всё равно видно, что уже приспосабливаются под нашего брата. Но хотя это далеко не везде. Вот, допустим, в нашем отеле я делал заказ. Подходит официант, я ему что-то там говорю на английском языке. Он кивает, кивает, уходит. Через три минуты возвращается другой человек. Они даже не понимают, на самом деле, что я делаю заказ и переспрашивают. Но тут, в общем, более-менее можно с английским языком и с русским справиться. А вот, допустим, в Хошимине, куда мы отправляемся уже через пару дней, там, говорят, совсем делал плохо с английским. Друзья, вот и подошёл к концу наш отдых на острове Фукуок. Остров классный, нам всё понравилось. Мне кажется, он идеально подходит для спокойного отдыха с детьми. Именно спокойного отдыха. Ну, могу порекомендовать приезжать сюда, пока он не стал слишком популярным, слишком раскрученным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Мы старались. Ну, а мы отправляемся в Хошимин. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok